МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствуют новости на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрт. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Возобновление старых отношений, поиск новых направлений сотрудничества на взаимовыгодных условиях. В Гродно состоялась встреча представителей городов-побратимов и партнеров Белоруссии и Польши. Обеспечит комфортные условия для жильцов, сам себя обогреет и практически не потребует электричества извне. Через 13 месяцев в Гродно появится 10-этажный энергоэффективный дом второго поколения. 300 машин в сутки теперь будут сканировать на белорусско-польской границе. Сегодня в пункте пропуска Брузги прошло торжественное открытие стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Выпил и сбил супругу. По такому принципу только в Ленинском районе живет более 50 человек. В регионе проходит специальный комплекс мероприятий «Быт». Огни Нового года. Во время парада Дедов Морозов во всем городе была включена праздничная иллюминация. Конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня наш город принял участие в третьей встрече городов-побратимов Белоруссии и Польши. Форум такого рода в Гродно прошел впервые. А годом ранее его принимал Брест. Главными темами обсуждения стали вопросы экономического сотрудничества, трансграничные проекты, развитие спорта и туризма. Тему продолжит Алла Внучко. Начало этому особому виду дипломатии между странами-соседками было положено 14 лет назад. Первая встреча состоялась в Бресте в 2002 году. Вторая – 12 лет спустя в Белостоке. Третью встречу городов-побратимов и партнеров Белоруссии и Польши было решено провести в Гродно. Вы активные участники межрегионального приграничного сотрудничества. И у нас на сегодняшний день 26 городов Белоруссии проднено с 36 городами Польши. То есть некоторые белорусские города имеют по два, а то и по три партнера. Плюс еще к этому мы имеем в Польше города-партнеры, которые сотрудничают абсолютно по конкретным программам. Таких тоже более десятка. Поэтому сегодня встреча наиболее массовая из всех трех, конечно, потому что в ней принимают участие около 100 человек. Всего с белорусской стороны 26 городов развивают побратимские связи с 36 польскими городами и регионами. На предыдущей белорусской и польской встрече ставилась задача восстановить побратимские связи между городами, ведь был 12-летний перерыв в проведении подобных мероприятий. Основная тема данной встречи – партнерство городов как инструмент конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах граждан, регионов, государств. Те города-побратимы, а у нас их 25 с белорусской стороны, 36 с польской, кроме того, есть партнерские взаимоотношения, мы нацеливаем на то, чтобы они, конечно же, в первую очередь занимались экономическими вопросами, экономическим сотрудничеством, это и привлечение инвестиций, создание совместных предприятий, ну и так далее. Конечно же, культурные связи, спортивные связи. Договоры по братимских связях у Гродно подписаны с двумя польскими городами – Слубском и Белостоком. Партнеры обсудили роль и значение побратимства в повышении эффективности экономического сотрудничества. Участники встречи ознакомились с развитием социальной сферы и опытом реализации проектов трансграничного сотрудничества с Гродно. Посетили промышленные предприятия резидентов свободной экономической зоны с участием польского капитала, а также объекты, созданные при поддержке грантовых средств Евросоюза. Конечно, есть определенные трудности в работе, есть определенные недоработки как с нашей стороны, так с польской стороны. Но сегодня, вот я говорил о трансграничном сотрудничестве, порядка только в бюджетной сфере мы за последние 4 года город Гродно принял на себя инвестиции порядка 9 миллионов евро со стороны польской стороны. Также работают у нас польские предприятия с польским капиталом. Как было отмечено на встрече, международные связи городов это важный вид народной дипломатии. Белорусские и польские города обладают особым набором возможностей, как экономических, так и человеческих, которые должны работать на повышение качества жизни и благосостояние его граждан. Но для этого необходима системная, ежедневная предметная работа. Алла Внучко, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+. Жильцы этого дома будут в 10 раз меньше платить за теплоэнергию. По улице Держинского сегодня прошло торжественное открытие памятного знака энергоэффективного дома нового поколения. С этого дня дан старт строительству. Для возведения 10-этажки потребуется чуть больше года. Главной особенностью здания станет современный метод получения энергии из таких источников, как солнце, земля и даже сточные воды. В специфике умного дома разбиралась Вероника Цыганок. Ровно через 13 месяцев на этом участке земли по улице Держинского появится энергоэффективный дом второго поколения. Это будет 10-этажка на 120 квартир, обогреваться, которые будут за счет природных источников энергии. Тепла солнца, земли, вторичного тепла сточных вод и благодаря особому способу вентиляции, рекуперации. Все это приведет к снижению затрат на обслуживание жилья как владельцев квартир, так и государства. За счет бюджета за отопление и горячее водоснабжение то, что население всего лишь оплачивает 9,6% возмечает затрат от себестоимости, мы добавляем сейчас бюджета, который исчисляется триллионами. А в масштабах страны посмотреть, какая это будет сумма, это триллионы рублей, которые можно направить на совершенно другие статьи. Сегодня на месте будущего энергоэффективного дома официально открыли памятный знак. Среди тех, кто развязал красный бант, были местные власти, представители департамента по энергоэффективности госстандарта и организации объединенных наций в Беларуси. В рамках проекта глобального экологического фонда и про ООН в нашей стране уже строятся два подобных дома в Минске и Могилеве и согласно принципам зеленой экономики они должны помочь решить глобальную экологическую проблему. Зеленая экономика у нас у всех на устах мы работаем тесно с Министерством природных ресурсов и у нас есть совместный проект по зеленой экономике который финансируется Европейским Союзом он рассчитан на 5 лет уже первый год вот его прошел его объем 5 миллионов евро и в рамках этого проекта мы ищем хорошие практики для того, чтобы предложить Республике Беларусь использовать и обогащать экономику но проект сегодняшний где мы открывали закладывали камень энергоэффективного дома это практическое использование зеленой экономики энергоэффективный дом второго поколения будет потреблять в 10 раз меньше тепла нежели обычные жилые здания и по словам властей города если результаты оправдают ожидания практика строительства таких домов будет повсеместно применяться в Гродно Вероника Цыганок Сергей Печерица Новости Гродно+. В субботу по всей Беларуси пройдут очередные прямые телефонные линии представителей власти с населением в принимание на связь с жителями выйдет первый заместитель председателя Гродненского облсполкома Иван Жук дозвониться к нему можно будет по номеру 73 56 44 также на вопросы горожан будет отвечать заместитель председателя Гродненского облсполкома Андрей Болтрик по телефону 72 05 01 Звонки от граждан принимаются с 9 утра до 12 часов дня Контрабанду на границе выявить будет гораздо проще Сегодня в международном пункте таможенного оформления Брусги-2 прошло открытие рентгеновской сканирующей системы контроля транспортных средств Устройство позволяет производить досмотр автомобилей что называется без вскрытия К тому же система значительно сэкономит время проверки Наша съемочная группа получила возможность лично в этом убедиться Репортаж Юлии Косила Стройка, которая полгода длилась в пункте пропуска Брусги наконец завершена Сегодня прошло торжественное открытие стационарной сканирующей системы контроля транспортных средств Если раньше подобная мобильная установка сканировала 100 автомобилей в сутки то сейчас как рассчитывают сотрудники таможни этот показатель увеличится в три раза Новый инспекционно-досмотровый комплекс официально начал свою работу К слову такой же объект в пункте пропуска Привалка оправдал все ожидания В Привалках где-то мы под уже под 12 миллиардов рублей товара изъято выявленного на стационарном комплексе то есть очень они окупаемы за год-полтора мы это все окупится У нас на сегодняшний день два мобильных комплекса значит один высвобождается и будет принято решение его направить или на украинское направление или же на асмянское с Литвой Новый инспекционно-досмотровый комплекс представляет собой защитное сооружение где размещается сердце объекта рентгеновское сканирующее оборудование Рапискан оно позволяет сделать изображение настолько высокого качества что можно легко распознать контрабанду в тайниках на полную проверку автомобиля требуется немного от 5 до 15 минут в соседнем стане за процессом сканирования наблюдают специалисты которые к слову прошли специальное обучение сначала к нам подъезжает грузовой автомобиль подъезжает в зоне сканирования его в обязательном порядке встречает оператор наземного контроля который проводит первичный опрос после этого он отслеживает габарит автомобиля запускает его в зону сканирования в дальнейшем на рабочем месте оператора ввода информации забивается данная машина от аварии также проверяются наличие грузов запрещенных для сканирования если все в порядке данная машина передается уже оператору сканирования который по шести камерам визеонаблюдения отслеживает местонахождение водителей не осталось ли там кого-нибудь еще самая ответственная работа у оператора аналитика именно он проверяет сканограмму анализирует перевозимый груз и ищет тайники проект был реализован в рамках программы трансграничного сотрудничества Польша Беларусь Украина финансировалось строительство из двух источников на покупку сканирующего устройства Евросоюз выделил около двух с половиной миллионов евро остальные 270 тысяч поступили из средств республиканского бюджета установка сканирующего устройства полезна и польской стороне В первую очередь этот комплекс интересует нас с точки зрения соблюдения закона как белорусская так и польская сторона имеют свою законодательную базу и такого рода контроль помогает уберечь нашу страну от наплыва товаров запрещенных к ввозу например наркотики такой груз пытаются ввести как в Беларусь так и в Польшу именно поэтому данный комплекс одинаково полезен для обеих стран новый инспекционно-досмотровый комплекс обеспечит безопасность грузопотока и повысит качество и достоверность таможенного контроля на границе в скором времени такой же комплекс планируют построить и в пункте пропуска Берестовица-2 Юлия Косила Анатолий Бояринцев Новости Гродно+. Милиции фиксируют всплеск бытовых преступлений если в прошлом году на бытовой почве произошло два убийства то в этом году их насчитывается девять резко увеличилось и количество женщин-дебоширов в связи с этим в Ленинском районе стартовал специальное комплексное мероприятие «Быт». Правоохранители проводят профилактические встречи со злопоревляющими алкоголем гражданами и лицами совершившими бытовые преступления что толкает людей на моральный образ жизни попыталась понять Юлия Броско Моя мечта возвратиться на флот и стать великим художником великим Пикассо Вячеславу Игнатьевичу 57 мужчина вырос в Дятловском детском доме потом учился в Бабуруйском художественном училище по окончании учебы призвался на флот где и остался до 89 года после этого был неудачный брак закончившийся тюрьмой 6 лет в местах не столь отдаленных Вячеслав Игнатьевич провел за попытку убийства собственной жены Сейчас мужчина живет случайными заработками рисует друзей и регулярно посещает различные профилактические мероприятия Именно последние кстати и объединяют этих разных людей Мужчины и женщины молодые и не очень работающие и не всегда приходят в этот зал чтобы поговорить о своих проблемах с психологами и правоохранителями Последняя такая встреча прошла в рамках специального комплексного мероприятия Быт Инициировался он Ленинским РОВД на территории которого по непонятным причинам в этом году наблюдается значительный всплеск бытовой преступности За неполных 12 месяцев зафиксировано 11 таких правонарушений среди которых 9 убийств Для сравнения в прошлом году эти показатели были равны 5 и 2 соответственно Цель нашей акции это собрать широкие слои населения которые злоупотребляют спиртными напитками и проведение с ними профилактической работой всеми субъектами профилактики Особенно в последнее время мы взаимодействуем с Центром социальной защиты населения поэтому были направлены повестки лицам которые у нас состоят на учетах и вот сегодня как сотрудники РОВД так и сотрудники Центра социальной защиты будем проводить мероприятия разъяснять пагубные последствия вреда алкоголя покажем фильм о вреде алкоголя а также поработает психолог Центра социальной защиты с данными гражданами Среди 50 постоянных гостей таких профилактических встреч и Сергей Мужчина работал бухгалтером а когда его уволили пошел по наклонной но все неудачи по его словам вовсе не из-за спиртного почему вот вы сегодня оказались вот на таком мероприятии потому что получилось незаконченное выше и пришлось уйти с работы ушла жена и все начались проблемы а почему ушла жена как вы думаете злоупотребляли ну и такое было можно сказать что алкоголь в принципе испортил вам всю жизнь алкоголь и отсутствие денег сейчас пьете стараюсь вообще не употреблять но иногда конечно бывает на вопрос чтобы наш герой поменял свою жизнь если можно было бы начать сначала ответил что ничего может быть именно такое нежелание бороться за собственную жизнь и бутылка на дне которой многие видят счастье и становятся причиной семейных конфликтов статистика вещупрямая 99% бытовых правонарушений совершаются в состоянии алкогольного опьянения Юлия Броско Сергей Печерица новости Гродно Плюс Самой высокой праздничной елкой в городе в этом году стала пожарная Каланча расположенная в центре города статус новогодней красавицы она получила еще в прошлом году зажигали необычную елку грудницкие спасатели вместе с ребятами из детских домов и школ интернатов юные гости украсили семь живых безопасных елей игрушками которые сделали своими руками и услышали полезные советы от огнетушителя приняли участие в различных конкурсах со сказочными персонажами Новый год нужно встречать весело а главное безопасно сотрудники МЧС уже несколько лет подряд устраивают для маленьких грудниц настоящее представление на праздник пригласили детей из детских домов и школ интернатов города декорациями утренника стала пожарная часть а развлекал ребят забавный огнетушитель который загадывал детям загадки и проводил веселые игры спасатели считают что именно в игровой форме дети лучше запоминают основы пожарной безопасности данное мероприятие проводится в рамках республиканской акции наши дети а также акции безопасный Новый год сегодня мы пригласили детей с особенностями развития здоровья дети в очередной раз будут наряжать елки участвовать в конкурсах в различных викторинах будут поощрены конечно же сувенирами памятными подарками и призами Дед Мороз и Снегурочка приехали к детям на раритетной пожарной машине украшенной яркими огнями вместе с новогодними героями ребята украсили елки во дворе музей истории пожарной службы игрушками которые сделали своими руками усердию детей удивлялись даже их педагоги мы с удовольствием приняли приглашение наших старших товарищей друзей и с удовольствием пришли значит мы организовали в школе такие мини-кружки каждый воспитатель со своими детьми и мы сделали поделки дети с удовольствием принимали участие потому что уже не первый год мы сюда приходим у нас в школе очень много кружков мы принимали участие с нашими воспитателями с Элой Владимировной с Ларисой Сергеевной ну в общем мы с радостью принимали участие чтобы украсить елки своими поделками в основном мы делали поделки вот из бумаги всякие кульминацией праздника стало зажигание новогодней иллюминации на пожарной колонче самая высокая елка в стране как в шутку назвали ее спасатели осветилась в сотне огней и стала поистине яркой частью праздника в конце мероприятия дети получили сладкие подарки а главное поверили в новогоднее чудо Юлия Косила Анатолий Бояринцев Новости Гродно Плюс Новости Гродно Плюс Новости Гродно Плюс Новости Гродно Плюс